Как передовые технологии спасают сердца и жизни больных с сахарным диабетом? Спросим заведующего отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России кандидата медицинских наук Игоря Хомногадаева. Игорь Алексеевич, здравствуйте. И процитирую, чтобы не ошибиться. Имплантация полностью экстракардинальной системы кардиовертера-дефибриллятора. Так называется сложнейшая операция, которая впервые была проведена в центре эндокринологии и сделали ее, увы. Сильно волновались? Мария, здравствуйте. Да, совершенно верно. Операция так и называется. Имплантация полностью экстракардиальной системы кардиовертера-дефибриллятора. Эта технология позволяет спасать жизнь пациенту, при этом устройство полностью не контактирует с сосудистым руслом и с сердечной мышцей. Скажите, а в переводе с медицинского на русский что такое имплантация кардиовертера-дефибриллятора? Выполняется три небольших разреза на грудной клетке. Один из компонентов устройства – это шоковая спираль. Шоковый электрод проводится парастернально возле грудины. Дальше формируется тоннель под кожей и между широчайшей мышцей спины и передней ресничной мышцей помещается корпус кардиовертера-дефибриллятора, который соединяется с шоковой спиралью. И вот благодаря специальным чувствительным контактам на шоковом электроде аппарат может воспринимать или детектировать жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма и как бы оживлять пациента. В ранее проведенных исследованиях было доказано, что именно такие устройства могут спасать жизнь. И это, по сути, является операцией выбора для пациентов, у которых высокий риск внезапной сердечной смерти. И вот особенностью данной технологии заключается в том, что мы минимизируем операционную травму и минимизируем риски развития внутри сердечной инфекции. Ну, потому что никакого устройства внутри сердца нет. Всё находится экстракардиально, за пределами сердца, что особенно важно для больных с сахарным диабетом. Как работает этот прибор? Это имплантация устройства, которое может распознать жизнеугрожающую аритмию, воспринять её и произвести электрическую дефибрилляцию. Вот, может быть, в фильмах видели, когда прикладывают такие две ложки и выполняют дефибрилляцию, восстанавливая сердечный ритм. То есть человеку идёт фибрилляция желудочков, а этот аппарат может понять, что развилась эта жизнеугрожающая ритмия, при которой человек умирает в течение одной-двух минут. И этот прибор при помощи электрического разряда прекращает циркуляцию патологического ритма и восстанавливает нормальный синусовый ритм. Таким образом, как бы оживляя человека. Скажите, сколько длилась операция и что в ней было самым сложным лично для вас? Операция длилась полтора часа. Самое сложное в этой операции было именно подготовка к выполнению оперативного вмешательства. Потому что обычно такие операции выполняются в Российской Федерации с помощью иностранных специалистов, приглашаются прокторы из других стран, частности, чаще всего из Германии. Но в данном случае у нас такой возможности не было, потому что в связи с коронавирусной инфекцией, поэтому потребовалось гораздо больше нам потратить время на подготовку операции. Но в связи с тем, что у нас очень много таких пациентов, которые нуждаются в профилактике внезапной сиречной смерти, мы, конечно же, не могли откладывать эти мешательства на год, на два. Мы не знаем, сколько продлятся ограничения, которые по-прежнему действуют. И поэтому, наверное, самым сложным в этой операции был именно этап подготовки. А насколько, в принципе, сложна примененная хирургическая технология? Сколько лет нужно учиться и практиковать, чтобы ее освоить? Эта технология является одной из самых сложных в хирургической аритмологии, и у нее очень длинное кривое обучение. Как правило, тратится несколько лет, два или три года для того, чтобы кардиохирург, который уже обладает достаточным опытом, мог выполнять эти процедуры. Ну, то есть, если, допустим, взять начинающего специалиста, который сравнительно недавно закончил ординатуру, конечно, для него кривое обучение составит 8-9 лет. Если, допустим, к этой операции приступает кардиохирург, у которого уже стаж работы 10 лет и более, тогда, конечно, срока освоения технологий будет меньше. Ну, вот в среднем где-то 2-3 года. Насколько мне известно, для больных с эндокринной патологией такие операции – вопрос жизни или смерти. Почему именно эти пациенты находятся в зоне особого риска? Дело в том, что больные, страдающие эндокринной патологией и, в первую очередь, пациенты, страдающие с сахарным диабетом, более других подвержены рискам внезапной сердечной смерти. Ну, вот, например, у пациентов с сахарным диабетом риски внезапной сердечной смерти в 6 раз выше, чем у пациентов без сахарного диабета. Ну, то есть, если мы берем у среднего пациента, страдающего ишемической болезнью сердца, со сниженной фракцией выроса левого желудочка, и если у него еще добавляется сахарный диабет, то риски внезапной сердечной смерти многократно возрастают. И поскольку, как мы знаем, сейчас в мире, помимо пандемии и коронавирусной инфекции, есть еще и эпидемия, если так можно говорить, сахарного диабета, этих пациентов очень много, они очень тяжелые, то, конечно же, потребность в таких вмешательствах очень большая. И, в первую очередь, вот такой вид процедуры актуален для больных с сахарным диабетом. Ну, то есть, нам нужно, мы должны понимать, что у больных с сахарным диабетом высокий риск внезапной сердечной смерти, и во многих случаях показана имплантация кардиовертора-дефибриллятора. В обычной ситуации кардиовертор-дефибриллятор выполняется через разрез под ключицей, выделяются сосуды, и внутрь сердца под рентгеновским контролем проводятся электроды. Это металлические провода, которые фиксируются изнутри к сердцу и выводятся наружу, подсоединяются к корпусу кардиовертора-дефибриллятора, который помещается под мышцу. Особенностью или недостатком данной технологии является то, что у больных с сахарным диабетом повышены риски инфицирования и развитие внутрисердечной инфекции для больных с сахарным диабетом является практически фатальным смертельным осложнением. Но при этом больные с сахарным диабетом нуждаются в такой процедуре, которая бы спасала их от жизнеугрожающей аритмии. Поэтому и была придумана такая технология, которая может и оживлять человека при возникновении жизнеугрожающей аритмии, но при этом проникновение электродов внутрь сердца не происходит. И поэтому полностью исключены риски внутрисердечного инфицирования. Спасибо, Игорь Хомнагадаев, зав. отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России.